Ну что ж, приехали в город Сучь. Сейчас идем на поезд. Первым делом решили сгонять в розу Смотреть на Красную Поляну. Что там вообще нагородили? Олимпийские игры, все дела. В общем, 10 рублей за перелет себя пока оправдывают. Чертовы очереди. Здесь повсюду очередь. Прямо можно перебежать. Прямо через окно. Все, бежим. Куда мы опаздываем? А что, можно на любой? Ох ты, даже так. Спасибо. Ну что? Ну вот, видишь, последствия кровавого режима. Да, кстати, видишь, решетка все в этой... Ну, кажется, там тюрьма, да? Да, да, да. Вот мы выехали из тюрьмы. Или мы заехали из тюрьмы. Ну, не знаю. Да нет, ну как, мы же не выезжали из России. Рухаевская рука. Да, да. Уважаемый дизайнер. Все, там сейчас красиво будет. Да, да. Благополучие и успех. Благополучие и успех. И скорее всего сила земли. И скорее всего, сила земли. Ну что, Илья, ты находишься в курорте, куда даже не пускают Путина. И сейчас мы поднимемся так высоко. Ну что, сейчас мы поднимаемся на высоту 2000 метров, потом мы будем подниматься еще выше, а потом будем спускаться. У нас очень насыщенная программа. Ну, пока что очень благостное впечатление оставляет город Сочи. Я имею в виду не город Сочи, а большой Сочи, как они называют. Роза Хутор. Действительно видно, что вложены очень большие деньги. Ну, я надеюсь, что никакой бобр не съест мою жвачку. Вот я что не люблю в общественных туалетах, я других слышать не хочу. И нюхать. Ну, нюхать-то ладно, это как-то вот там туалет, он общий запах поглощает, наверное, все. Хотя... Я имею в виду такое впечатление, что в общественные туалеты ходят люди с какими-то жуткими дефектами кишечника, потому что они как-то очень неестественные звуки. Ну, потому что люди найдут, когда уже всё, когда уже всё. То есть, ну, я не знаю, чтобы я пошел в сортиру общественных, в Макдональдс или где-то еще, блин, это мне нужно так, блин, выкрутить нахуй живот, что я должен, ну, я не знаю, вот уже из ушей полезет какая-то. Илья, 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 ты где? О! Я обсуждаю здесь уже 17 лет, и не могу найти выход, да? А где ты бреешься? Или у тебя всё выросло? За 17 лет всё заросло... Мне кажется, это самые живописные места нашей страны. Сейчас мы можем посмотреть. Давай посмотрим, как Илья. На самом деле, эти кадры облетят потом всю планету. Иди на мой голос, иди на звук. Саша говорит, фоточки пришли, там очень красиво. Ну что, Илья, мы в Абхазии? Наконец. Посмотрите, как здесь красиво. Внимание, открыть защитный колпак перед въездом на станцию. А как мы узнаем, что мы приехали? Ну что ж, друзья, мы продолжаем наше путешествие, наш видеоблог о поездке в Сочи. Сейчас мы находимся уже в Абхазии. То есть буквально прошло всего полтора часа, и мы уже пересекли границу. Незаконно. Незаконно, по воздуху, на канатной дороге. Никто не знал, что мы там. Да-да-да. Тут, как вы видите, много на дороге говнища. Илья идет в привычной ему среде. Поэтому Абхазия находится в рейтинге дорог ниже России. Да, кстати, Вова. И это проверено. И это федеральная трасса. Да, это автобан. Ну, собственно, что могу сказать? Могу сказать, что, конечно, с погодой нам, может быть, немножко не повезло. Но это как посмотреть. Потому что очень все атмосферненько, так скажем. То есть вот этот туман, вот эта вот влажность, вот это вот отсутствие видимости. Вот это вот все. Это, конечно, вызывает определенные эмоции и ассоциации с известными фильмами, как Silent Hill или все. Не, ну подожди, может, тоже вспоминаю. А, Илья вот вспомнил «Бегущий по лезвию» новый. Там тоже что-то подобное. Подойдем до водопадов. Так. А, мы сейчас находимся в долине водопадов, да? Или в парке фонтанов, как ты его называешь? Да, это место. Ну, Абхазы называют фонтанами водопадами. Это просто на местном диалекте. Там у чела был фотоаппарат, можно было попросить у него погонять. Погонять, а потом еще и фотоаппарат взять. Ну, да. Нет, ну, его погонять. Ты думаешь, любой за погонять тебе фотоаппарат отдаёт? Ну, это нормально. Мы же на юге. Курортные романы никто не отменял. Что, мы вниз туда? Водопад Чара налево. Приближаемся к водопаду под названием Чара. По-моему, там просто сливают канализацию. Все уехали в Грузию. Ой, ***. Чуть не ***. Мы находимся в Бразилии. У водопада в Игуасу. На рече барана. Потому что в нашей программе один путешествует с золотой картой. А другой со 100 долларами. Поэтому один поехал в Бразилию смотреть на водопады. А другой поехал в Абхазию. И он сейчас в Абхазии. Мне кажется, там просто труба. Конечно. А это просто говно. Сотяга. Ну, какой он он. Супер. Рыб. Супер. Шкала. Говорят, что этот водопад был создан в 1722 году по приказу Петра I. Он просто ездил в Голландию и увидел там водопад. Этот водопад ему напомнил его первое путешествие по Танзании, где он увидел первого слона. Из этого слона лилась примерно такая же струя. И в Голландии решили построить этот водопад. Его назвали Слоновье-пещера. Потом он приехал сюда в Сочи. Катался на лыжах. И когда он остановился, он увидел эту скалу. Вот эту. Вот. Вот эта скала. А рядом, рядом здесь ничего не было. И он сказал, пусть будет водопад. Вот такие факты нам рассказал местный гид за 35 рублей. Друзья, мы нашли еще очень важную вещь. Любопытно. Да. Что этот мусорный бак стоит здесь еще со времен уже Дмитрия II. Потому что в те смутные времена, как мы знаем, племена древлян и русичей, жившие на территории Краснодарского края, не могли позволить себе посещение Роза Хутора по цене 1590 рублей. Поэтому провинившихся сажали прямо внутрь и сбрасывали в водопад. На устрашение хазаром и на долгую память печенегам. Есть еще один факт, о котором очень мало кто знает. Здесь, если вы обратите внимание, к водопаду ведет лестница, а справа есть перила. И эти перила, они специально оснащены вот такими маленькими зазубренными сучками. Это еще со времен древних варваров и скифов было специальное оружие против туристов из Месопотамии. Они прибывали сюда посмотреть на этот водопад, который... Да. И они были настолько, настолько дикие, что лестницы... Ну, тогда лестницу еще не придумали. И тогда в Месопотамии всегда скатывались по перилам. И чтобы избавляться от своих врагов, здесь эти сучки смазывали ядом. И если вы, даже сейчас вы натронетесь пальцем, то у вас, скорее всего, вырастет борода на ноге. А раньше жопой скатывались по этим сучкам и ничего не чувствовали, потому что у коры этого дерева был антисептический специальный сок. И люди таким образом лечили мигрени, раковые опухоли и даже, даже иногда насморк. И интересный факт, что эти флажки здесь висят в память о таксисте, который во время Мундиаля завез бедного мексиканского туриста Хосе Цедро Альвареса Лопеса прямо вот к водопаду сюда всего за 13 тысяч долларов. Конечно, потом полиция Абхазии нашла нерадивого туриста, но тот сказал, что он думал, что это просто чаевые. Гагик? Да. После этого он согласился Косе Альвареса водить бесплатно во всем водопадом и до сих пор где-то здесь можно увидеть его зелененький огонек в лесу и понять, что вот где-то он рядом. И флажки эти напоминают нам о нем. А также это флаг сборной Хорватии в цветах Билайна. СМЕХ 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 Высокотехнологичное зеркало навигатор. Это очередные искритения. Это продолжение вилок с изотельной телефона? СМЕХ 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 В Сочи нет жары. Нигде нет жары. В Сочи нет жары. Россия, страна, морозы. Сейчас мы едем по центральной трассе федерального значения между Адлером и Сочи. Одно из тех, которые ставят наши дороги на то нужное место, которое не занимает мировое время. Не, ну понятно, договорная дорога, здесь не все так просто, не все так однозначно. Но навигатор обещает сейчас... Налево. А, он говорит, нет, нет, смотри, показывает мне. Вот так вот, ребята. Мы хотели, хотели как-то по-быстрому и красиво. Сегодня в программе «За рулем» Илья Покрышкин и Максим Амортизаторов. Аккумуляторов, бля. Аккумуляторов. Изведают новые направления в Сочи и проводят тест-драйв машины под названием марка Nissan. Nissan X-Trail. Сегодня у нас на тест-драйве замечательный, легендарный внедорожник Nissan X-Trail 2013 года выпуска. Мы взяли его в каршеринге U-Drive. Ну что, Максим, как тебе автомобиль? Ты знаешь, жестковат немного, но при этом я чувствую мощный двигатель, который рычит под капотом. Правда, толку от него никакого, он только рычит. Явно не вытягивает, не вытягивает... Это же дизель, да, у нас, по-моему? Нет. Это бензиновый двигатель, и вот явно не хватает той мощности, которую дает крутящий момент. Заявленная мощность. Да, этого двигателя. Но что могу сказать? Эргономика салона удивляет. Здесь очень неудобно. А как ты скажешь? Вот ты за рулем, что скажешь? Я со своей экспертной позиции сделал следующие выводы об этом автомобиле. Есть что сказать определенно про эту машину. В первую очередь, есть руль. Кстати, да. Определенно есть колеса. Это вот важное наблюдение, я тоже обратил внимание. Есть, значит, по-моему, это гудок. Гудок есть? Гудок. Да. И есть вот эта вот штука. Я тоже все время забываю, как она называется. Будем называть ее не ручной тормоз. Да. Или ручной не тормоз. Потому что ручного тормоза здесь вообще нет. Вот он. Вот там кнопочка. По-моему, это ручной тормоз. А может быть и прикуриватель. Просто управление кнопочное прикуривателем. Илья, расскажи, пожалуйста, про русских туристов, о которых ты так только что много... Что про них говорите? Ну говори как. Шорты есть. Шорты есть. Пузо есть. Шляпа есть. Вот, кстати, да. Вот это важно. Для меня всегда была загадка. Почему наш турист, приезжая на любую теплую локацию, покупает соломиную шляпу? Потому что это следующий шаг после Панамы. То есть, как бы Панама... Изначально была Панама, потому что Панама из газеты. Так, да. Но так как люди начинают путешествовать, они понимают, что Панама это, конечно, зашкварь. И видят, что достойные доны ходят в соломинных шляпах, да? Да, да. И это как бы показатель достаточности. То есть, ты приезжаешь... Достатка. Достатка, да. Достаточности, потому что было достаточно уже приехать. Было достаточно и Панамы, на самом деле. Да, да, да. Теряется скилл сворачивания Панамы. Ты легко свернешь Панаму из газеты? Нет, я... Слушай, я уже не помню. Из аргументов и фактов легко, а вот... Я и спид-инфо могу. И спид-инфо ты еще найди. Но осталось спид-инфо найти. Для того, чтобы найти спид-инфо, надо сначала заболеть спидом. Сейчас мы находимся в крупнейшем в мире тематическом парке, посвященном теме Сочи. Больше парков, чем этот. На тему Сочи нет. На тему Сочи нет, да. Про него слагают легенды. Он же был еще открыт при Лермонте. Лермонтов о нем писал в своем произведении Мцири. Помнишь? Сраженный в неволе, как лев, я скачил и прыгнул на горку. За полторы тысячи рублей бутылка в подарок. Мне кажется, надо брать. И потом будет у тебя кровавое кольцо. Я боюсь. Ха-ха. 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 Знаешь, то я боюсь. Ха-ха. 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 250 120 магазин да серьезно но это ну слушай такой магазин просто кажется у меня около дома 45 рублей он стоит в любом аршане столько стоит сейчас акции везде ханникин стоит 45 рублей неправильно получается выиграет россия или проиграет хороший вопрос узнаем через четыре часа ну что ж дорогие друзья мы наконец-то на стадионе сегодня здесь в сочи пройдет одна четвертая чемпионата мира по футболу по футболу фифа по футболу фифа по футболу фифа по футболу типа специальный футбол настоящий футбол где сколько сегодня у нас студии эксперт эксперт илья иванов он знает о футболе все и еще немного больше и так или кто сегодня встречается сегодня встречаются две спорные разных стран коротко состава до составе первой команды футболисты есть есть футболисты в размере больше чем сколько-то человек отлично и они будут соответственно бороться с такой же команды с другой стороны а из какой страны вы узнаете после рекламы мы готовы мы готовы дать прогнозы прогнозы уже на ближайшую игру но прогнозы будут объявлены уже после завершения игры да да на самом деле так проще делать конечно вот вчера допустим перед игрой других сборных бразилии у вас флаг упал стяга вчера вот перед и перед играми сборной бразилии и бельгии ведь никто не мог подумать что бразилия обыграет бельгия потому что надо было прогнозы после игры да конечно после игры сказали бы там что бразилия проиграли слушайте экспертов на канале газов гоноскан old code and all патологи на設 rank очень много россиян на удивление много россиян приехал поддержать на удивление очень много россиян вibt россии удивительно много россиян поддерживающих сборной россии на это неожиданно потому что конечно ожидалось сегодня號 сегодня-довあれми неожиданно полный россиян поддерживать их борную хорватию кстати да что удивительно потому что исторически так сложилось что в случае Всем насрать на сборную Хорватии. Потому что Сочи является конкурентом Хорватии. Кто не знает, просто исторически так сложилось, что хорваты всегда мечтали захватить Сочи. А сочинцы мечтали захватить Хорватию. А все почему? Потому что у Сочи есть Черное море, а у хорватов есть Средиземное море. И горы. Let's kick out, расизм, out of football. Интересный факт. Издревле считается, что женщины должны ходить в туалет по двое и заниматься там совершенно неизвестными делами. Поэтому очередь в женский туалет по традиции всегда в 100 тысяч миллиардов раз больше, чем в мужской. Вот они, герои России. За 700 рублей мы только что приобрели самого паршивого пива на этом стадионе. Государственная гимна Россия. 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 Я знаю, что пока смотрят очень мало, но в любом случае это очень круто. Это просто, это разрыв. Разрыв мозга, потому что наши, наши ребята просто сражались, бились. В эту сборную никто не верил. Вообще, ноль, ноль. Никто не верил. Но они вышли в одну четвертую, сыграли 2-2. Никто, я не спорю на это приматир. 2-2 сыграли с этими хорватами, которые, блять, играли ничем не лучше нас. Они вышли в полуфинал, но наши, наши ребята, молодцы. Манджукич, Ракитич. Кто играет? Модрич, где играют? В реале. Манджукич в этом, блять, в Ювентусе. Ракитич, блять, в Барселоне. А наши, наши где играют? Наши играют здесь. Играли не хуже, играли молодцы, классно. Но, блять, но пенальти, пенальти не всегда везем. Но этим х**м повезло сегодня. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Англичане, ну я не знаю, я не хочу болеть за англичан. Нет, нет, нет. Нет. Надо за за хорватов. Ну, буду болеть за хорватов. Буду болеть за хорватов. Есть старое поверье, что из Сочи улететь с улицы невозможно. И это так. Просто сочинцы так гордятся своим климатом, что даже зону вылета они сделали на улице. Типа, ребята, вы вот это вот выпускаете, когда вылетаете отсюда. Почувствуйте, еще раз подышите этим горным воздухом. Посмотрите на эти горные озера. И эта альпийская лужайка, она как бы намекает, что в вашем унылом доме этого не будет. Так что отдыхайте на курортах Краснодарского края.